Страдания Страдания – это отрицательные, тяжелые переживания, вызванные какими-то обстоятельствами или рядом обстоятельствами, которые приносят человеку боль, боль эмоциональную, душевную, физическую и, возможно, духовную. Страдания – это то, что происходит, причиняя человеку боль и многообразие переживаний, отрицательных эмоций, которые сказываются различным образом, положительно, отрицательно, но болезненно на том, кто переносит эти страдания. Страдания могут иметь разное направление и разный источник. Есть страдания, которые являются следствием ошибок человечества. Есть страдания, которые являются следствием атак врага душ человеческих. Есть страдания, которые являются следствием чужих ошибок. В частности, страдания Христа стали следствием ошибок человечества. Но страдания – это неотъемлемая часть жизни каждого человека в определенное время, период времени, периодические страдания или долгосрочные. Страдания имеют большое влияние, а на человека оставляют глубокий и часто почти неизгладимый след. Почему говорим «почти неизгладимый» или «кажется неизгладимый»? Потому что Господь, Он может сгладить все следы, Он может исправить все. Страдания существуют в сердце человека и даже в сердце Бога. Бог имеет сострадание человеку. Это говорит о том, что Он страдает с нами, когда страдаем мы. Бог страдает в своем сердце, и Он страдал на кресте вследствие греховности человеческой. Многие люди на земле задаются одним и тем же вопросом, почему так много страданий. С помощью Господа, с помощью Библии, с помощью откровения Святого Духа мы можем там или здесь, в разных местах в течение нашей жизни находить частичный, а потом может быть и полный ответ. Страдание – это как будто бы противоположность благословению. Но на самом деле за страданиями часто следует благословение. «Вечером водворяется плачь, – говорит Библия, – а наутро – радость». Страдание – это то, что мы не желаем ни себе, ни другим, но их мы можем обнаружить в нашей жизни или в жизни других людей. И самое главное, наш великий и любящий Господь, Он был усовершен через страдания, Он прошел через страдания. И говоря о нашем Господе, говоря как о любящем Боге, как о добром и благословляющем, и действительно желающем нам самого лучшего, мы вместе с тем можем обнаружить Его страдающим на кресте. То есть христианство имеет и несет это откровение о страдающем Иисусе, как Павел говорит, что мы проповедуем Христа распятого, то есть страдающего. Страдающий Христос – это выглядит, звучит парадоксально для нас, потому что Он не заслуживал этого, и написано, Петр сказал, Он пострадал праведный за неправедных. Но существовали страдания, и им имеет место в жизни нашей, и в жизни святого непорочного, Агнца Божия. Поэтому в Церкви Иисуса Христа, я верю, до последних дней этой земли, будет звучать весть об Иисусе Христе страдающем. Помни Господа Иисуса Христа, говорил апостол Павел, по благослованию моему. Помни Господа Иисуса Христа. Помни страдания Господа Иисуса Христа. Страдания имеют отношение к нашей жизни в определенный период времени или в определенные моменты, минуты, часы, дни, у кого-то недели, может быть, месяцы, а может быть, у кого-то и годы. Но есть библейский взгляд на страдания, есть ответ у Бога. И зная то, что Сам Господь пострадал, мы можем задуматься и увидеть Слово Божие, как Он говорит, что, будучи искушаем во всем, кроме греха, Он пострадал, но силен искушаемым помочь. Говоря о нашей жизни, о человеческой жизни, мы можем говорить, что есть разные страдания, или могут быть страдания в жизнях людей, вызванные разными факторами. Физические страдания, душевные страдания, в некотором случае духовные страдания. Мне хочется остановиться на этом и сказать, да, есть, существуют страдания, существует та боль, которую мы видим вокруг или иногда проходим сами. Физические страдания, они вызываются разными факторами, как физическими недостатками, например, боль. Физическая боль вызывает физические страдания. И так как человек состоит из плоти и крови, если он подвержен физическому воздействию, то есть он ушибся, упал, или в результате жестокости, насилия, или гонений, физических гонений, в том числе за веру Иисуса Христа, то человек может испытывать физические страдания. Физические страдания человек испытывает в результате нехватки продовольствия. Он страдает от нехватки продовольствия. Люди испытывают физические страдания от чрезмерного физического труда, переутомления. Это есть некая форма страдания, в которой человек испытывает сильную нужду. И в моменты физического истощения он страдает и начинает страдать даже эмоционально, душевно. Он нуждается в отдыхе, в сне, в пище, в полном рационе витаминов восстановления. Физические страдания, присущие человечеству или части человечества, ну, в принципе, каждому человеку в определенной мере, они существуют. Итак, физические нагрузки, физические воздействия, внешние воздействия, даже солнце может приносить страдания, которые палит человеком. Даже дождь может приносить, если у человека отсутствие крови над головой, если у человека отсутствие одежды, то есть физические нужды приносят физические страдания. Мы уже знаем с вами, что у Бога есть ответ. Поэтому Господь использует церковь, поэтому Он дает ей одежду, чтобы одеть нуждающихся. Поэтому Господь дает церкви пищу, чтобы благословить. Аллилуйя! Я говорю, сразу заходя вперед, чтобы мы имели надежду, имели ободрение. Страдание – это в определенное время может быть участью или временной, или кратковременной участью человека. Но в этом нет Божьего, может быть, плана или желания, но есть решение. Страдание – это противоположность радости. И всякое страдание, и всякое наказание, оно выглядит печалью, говорит нам Библия. Оно выглядит не радостью, но печалью. Даже ребенок рождается в страданиях, скорби. Но потом мать не помнит скорби от радости, потому что человек пришел в мир. страдания болезнями или болями вызывает часто у человека отчаяние, боль, плач, слезы. Это тоже страдания. Физические страдания. Недостаточно количества пищи или воды вызывают страдания организма. Есть страны и государства, в которых нехватка воды. Завозится вода, покупается вода. Привозятся установки водяные, чтобы выработать воду или переработать заболотившуюся воду и непригодную к употреблению, например, в Африке, в Израиле. Установки для выработки воды, для сбора воды. Страдания душевные, вызванные разочарованием, неудачами, проигрышами или поражениями, безработицей или профнепригодностью, страдания душевные в результате невостребованности, отверженности, презрения и даже ненависти от окружающих. Все это и гораздо больше Христос перенес на себе. Он был отвержен. Он пришел к своим, свои его не приняли. Но тем, кто приняли его, верующим во имя его, он дал право быть детьми Бога, которые не от плоти родились, но от Бога. И Слово стало плотью, и обитало с нами. Страдания в результате скорби, в результате и вследствие пережитой утраты, возможно, потери близких, страдания в средстве и душевной боли из-за существующей несправедливости, из-за критики, давления, насмешек, уничижения, страданий вследствие уныния, депрессии, страдания, возможно, от недоброжелательства, зависти окружающих или конкуренции, страдания из-за угрызений совести, внутренние страдания, но и их Господь может решить. Библия говорит, краплением, очистившись сердца от порочной совести. Страдания внутренние, от внутренних противоречий, борьба внутри человека, страдания от того, что есть борьба веры и неверия. Человек не может понять самого себя. Как я сказал выше, страдания от угрызений совести, от осознания собственного несовершенства, от ошибок и от грехов. Страдания от воспоминания, от неисцеленной памяти, от недостаточного прощения или оправдания самого себя во Христе по ошибке самого человека. В смысле, от недостаточной принятия Божьей благодати и доверия его крови. Страдания. И, говоря об этом, можно сказать, что множество людей в мире, они проходили или проходят через разные страдания, но есть ответ. Есть ответ, есть решение. Физические страдания очень ощутимы и трудно сравнивать, что тяжелее. некоторые говорят, что морально бывает даже тяжелее, чем физически, но есть и те, кто физически очень сильно страдают и они ищут обезболивающие средства, они ищут исцеление. Те, у которых боль становится невыносимой, и врачи диагностируют тяжелые заболевания, назначают курс лечения, дают множество обезболивающих антибиотиков и так далее. Иногда это помогает, но частично. И что-то там обезболивающие наркотические содержащие вещества, которые пытаются притупить боль, помогают временно, но Господь может снять боль. Он может убрать ее, Он может исцелить ее. Мы слышали свидетельства брата Пола несколько лет назад Пола Дакворда, как он принимал 11 таблеток обезболивающих в день. Это была ужасная боль. Это скорченное тело. Труд не застегнуть пуговицу, не завязать шнурки на ботинках. Долгое время требуется, чтобы подняться в душ. Невозможно омыть свое тело. В таком заболевании он находился. 11 таблеток в день вызвали язву и свищи. То есть здесь было не свищи, ну в общем язву и срочную операцию, вмешательство, внутреннее кровотечение. Но Господь пришел в эту ситуацию. Я не описываю болезни и боли и расписываю для того, чтобы как на нас подавить, но как засвидетельствовать факт, что боль человеческая существовала, существует, но есть Господь, который пришел взять на себя наши боли, разделить наши скорби, участвовать в нашей судьбе, помочь нам забрать на себя источник нашей боли, физически, душевно и духовно и дать нам вечную жизнь, вечную радость и избавление, хвала и благодарение Богу. Аллилуйя! Аллилуйя! Христос пришел в этот мир, потому что были страдания в мире и приближались вечные муки и вечные страдания. Мы знаем, что есть вечные страдания вследствие неверия в Господа и отвержения Бога и ад, реальное место, которое существует для дьявола и ангелов в его и для всех, кто любит и делает неправду. Христос не хотел, чтобы мы страдали физически, душевно и духовно. Он хотел прекратить эти страдания, Он хочет помочь нам. Были страдания в нашей жизни вызваны человеческим фактором, а были страдания демоническим фактором, то есть сатана вмешался в судьбу Иова, Сатана, дьявол, написано, поразил его проказы от темени до подошвы ноги. Дьявол, который искушал Бога и который клевещет пред Богом день и ночь на каждого верующего, он добился от Бога права частично коснуться Иова. Он обвинял Бога и говорил, что ты его оградил, ты его благословил, поэтому он такой хороший. Он бросил Господу вызов и Бог дал ему право убедиться. Когда страдал Иов, то написано, Господь наш весьма милосерд и сострадателен. Аллилуйя! Когда страдал Иов, его друг, тот, которого, как он не было больше на земле, написано Иаков, что наш Господь весьма милосерд и сострадателен, вы видели страдание Иова и видели конец Оного от Господа, потому что Господь весьма милосерд и сострадателен, слава и благодарение Богу. Если мы говорим, Господь допустил или позволил частично, сохраняя жизнь Иову, пройти через это, то Библия говорит ясно, что это не Бог послал на него, а сатана, то есть сверхъестественные дьявольские атаки, вмешательства судьбу Иова, судьбу Его детей. И мы видим, и здесь Господь помог, Он вышел навстречу, слава и благодарение Богу. Слава и благодарение Богу. Итак, страдание в результате болезней, поэтому Иисус пришел, чтобы взять на Себя наши немощи и понести наши болезни. Страдание в результате греха, греховности, Христос пришел, чтобы взять грех и освободить нас от страданий вследствие греховности. Скажем, аминь. Вечных страданий в аде и здесь страданий, как написано в Библии, безрассудные страдали за беззаконные пути свои. В Псалмах сказано, Господь говорил об Израиле, безрассудные страдали за беззаконные пути свои. Но там говорится дальше о милости Божьей. Страдания вследствие ошибок, вследствие непослушания Господу, как Саул страдал, он попал в тяжелое заболевание, одержимость, духовная уже болезнь, духовные страдания, душевные страдания. Он был терзаем и мучим и не находил в себе покоя, пока Давид не начал играть в помазание Духа Святого, когда Божье присутствие приходило через музыку. Возможно, пел Давид. Мы видим, что есть разные источники и мы не являемся судьями, и мы не судим, о чем мы говорим, как факты библейские, мы находим то, что сказано здесь, мы ищем ответов, когда встречаем личные страдания, или кто-то находит эти ответы, имея откровение Святого Духа. Но ясно одно, что страдания существуют, из них Господь готов вывести и помочь. Мы говорим о верующих в Господа. Господь готов помочь пройти нам через страдания, когда нужно будет пройти. И Господь был готов и Он сделал это, Он взял их на Себя. Когда мы встречаем страдания с вами, разного рода страдания, моральные, физические, мы можем переживать, мы можем волноваться. Ведь есть страдания от волнения, от того, что мы просто волнуемся. Страдания в результате страха, от неуверенности в завтрашнем дне. Страдания от того, даже, что человек не имеет смысла в жизни. Он не видит смысла. потому, что он не открыл себя в Боге, не нашел Господа. И разного рода страдания, фобии, страхи, все это может быть подчинено Христу, потому, что Христос есть Господь, и если мы идем к Иисусу, Он это все может разрешить, и Он разрешает это. Во-первых, Он разрешил это на Голгофе, Он взял на Себя наши немощи и понес болезни. Он взял на Себе нашу депрессию, наши страхи, наши волнения, потому, что Он испытал величайшие волнения, Он переживал, Он просил учеников молиться за Него. Господь также показал нам пример, как проходить через страдания. Он показал нам совершенное терпение, потому, что в терпении, в страданиях есть советы от Бога для нас. И это мы видели в Иисусе. Например, Господь говорит в Писании, будь тверд и мужествен. Павел говорит, ваш труд не тщетен пред Господом, мужайтесь, будьте тверды, то есть, твердость и мужество. Это то, что было во Христе, это то, что было в мужах веры, это то, что было в апостолах, это то, что есть в Господе. И то, об этом Бог говорит нам. Далее, мы во Христе находим кротость и терпение. Кротость это значит молчаливость, укращенность, смирение. И Исаия пророчествует и говорит нам, что, будучи злословим, он не злословил взаимно. Петр об этом пишет, 2 Петра, 21 стих, страдая, не угрожал. В Библии мы находим, как выходить из страдания, как вести себя во время страданий, что Бог ожидает от нас. Бог не ожидает от нас революции, бунта, ссоры, кровавых мятежей. Бог ожидает от нас нечто такое, что было во Христе. Итак, когда мы страдаем, мы можем посмотреть на Иисуса, действительно смотреть на Христа и увидеть Его страдания. Поэтому причастие в церкви, проповеди об Иисусе Христе и Его страданиях, они напоминают нам о Христе, тот, кто больше всех пострадал, и они выводят нас из нашего фокуса или сосредоточения на самом себе, чтобы мы посмотрели на Господа. Бог хочет, чтобы мы вышли из наших переживаний, из наших обстоятельств, глазами веры, посмотрели на Христа и посмотрели на тех, кто шли до нас, чтобы знать, что Господь имеет нечто впереди, и Он обязательно поможет. Слава Господу! Поэтому страдания, они имеют многостороннее действие. Но сегодня мы говорим о страданиях Христа, чтобы победить любые страдания и скорби в нашей жизни. Слава и благодарение Господу! Аллилуйя! Библия говорит нам разные стихи в Писании о страданиях. Есть очень много, я только несколько стихов хочу сказать. Что помогает нам проходить страдания? Что может помочь нам проходить страдания? Первое. Вооружиться мыслью, что Христос пострадал. Как Христос пострадал за нас плотью, так вы вооружитесь той же мыслью, 1 Петра 4.1. Потому что страдающий плотью перестает грешить. То есть здесь Писание говорит нам о том, что в страданиях плоти может прекратиться какая-то греховная зависимость. Может остановиться человек на пути в ад. То есть есть нечто, что может произойти и хорошее с нами. Страдающий плотью перестает грешить. То есть происходит очищение церкви. Поэтому, когда церковь была гонима, когда церковь была преследуема, то это очень сильно очистило ее. И это отдельная тема, о чем можно говорить, о страданиях церкви, о чем мы можем размышлять и читать. Это было в первые три столетия христианства. Это были в средние века страдания. И они, страдания продолжаются до сих пор. Страдания за веру. Петр говорит, такова воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежества безумных людей. И угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. То есть есть те, кто страдают за то, что они ходят на молитву, родные могут не поднять. Страдают, потому что некоторым кажется, что они слишком много читают Библию. Вы страдаете за это. Родные могут не понять, что слишком много молитвы, слишком много, может быть, духовности. Нет, это тоже страдание, и Бог это видит. Бог видит, когда вы страдаете за то, что вы проповедуете, подвергаетесь критике за то, что говорите Слово Божие, оно не во всех вмещается, не каждому открывается, не каждый его понимает. Вы можете страдать, потому что вы отдали свои пожертвования в церковь, в десятины, приношения. Вас могут подвергнуть критики. Вы можете страдать со стороны людей за то, что вы поделились своим, или отдали свою вещь, или свой автомобиль, или свой дом, что угодно. Вы можете пострадать, делая добро. Вы можете пострадать, потому что вы простили, вас могут не понять, а судить. Вы можете пострадать за то, что вы в единстве с верующими, хотите быть, благословлять всех других и не быть ни против кого, вы можете страдать, любя Иисуса Христа, потому что ваша жизнь становится не такой, как у других людей. И это у некоторых людей может вызывать отрицательные чувства. Вы можете страдать, потому что вы выступаете против греха, вы можете пострадать, если вы не согласны с законами государства, которые позволяют грехи. Страдания могут прийти в результате всех ваших христианских действий, поступков, прославления, любви к Богу. Это может все прийти. И Господь говорит, это угодно Богу, что кто-то, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. То есть есть страдания, которые имеют несправедливую основу. Вы не заслужили этого, вы не были виновны, ничего плохого такого не сказали, не думали, не хотели, вы пострадали несправедливо. Давайте же увидим нечто, что Христос готов понести, был наше страдание, чтобы только нас спасти. В нашей смерти, в вечном погибель. И сегодня с благодарностью мы можем отблагодарить Его и принять это, и сказать так же, что, Господи, если Ты дашь мне пострадать какое-то время или что-то, я тоже это хочу принять так достойно, как Ты. страдать, не угрожая, предавать судьи праведному, то есть отдавать все это Богу, потерпеть, быть отверженным, осмеянным, так же поступить, как Ты поступил. претерпеть за Тебя, что нужно претерпеть, потому что Ты потерпел так, и Ты понес это на Себе. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»